Этот электронный браслет ученики шимкентской школы изобрели для незрячих и слабовидящих людей и назвали Vision Assistant. Говорят, он может действительно стать альтернативой трости для людей с ограниченными возможностями. Специальный браслет с помощью вибрации предупреждает его носителя о том, насколько близко расположено препятствие. Новый гаджет оценивает Акжуну Статериева. Проблемы со зрением у неё начались в пять лет. Девочки сделали операцию по удалению глазного яблока. В девятом классе из-за высокого давления она лишилась зрения. Подобные модели браслетов она уже надевала, но они были громоздкими и неудобными. Это изобретение Акжуну, с которой так мечтает передвигаться без костылей и посторонней помощи, порадовало. В прошлый раз устройство было немного тяжелее и по размерам было большим. Из минусов было и постоянное скольжение. То, что мне сейчас предложили, это лёгкий и удобный гаджет. Ходить с костылём некомфортно, поэтому это устройство для таких, как я, востребовано. Всё просто. Датчик расстояния, вибромотор и плата с микроконтроллером. Браслет вешается на ногу. Датчик измеряет расстояние до препятствия, на которое направлен браслет, после чего вибрирует. Название данного устройства – Vision Assistant. С английского означает «помощник зрению». Он благодаря ультразвуковым датчикам определяет предметы и объекты за метр. Об этом он сигнализирует вибрации. Корпус сделали с помощью 3D-школьного принтера. На это ушло около 8 часов. К созданию электронного помощника юных изобретателей сподвиг незрячий блогер. Чтобы усовершенствовать разработку, пришлось несколько раз переделывать браслет. В ТикТоке есть блогер. Незрячий. Он транслирует трудности, с которыми сталкивается в соцсети. Затрагивает проблемы стороны жизни людей с особыми потребностями. Увидев всё это, мы хотели чем-то помочь таким людям. Хотели сделать их непростую жизнь намного комфортнее. На республиканском конкурсе, в котором принимали участие около 1600 школьников, шемкенские ученики попали в десятку лучших команд и выиграли денежный приз 300 тысяч тенге.